Я понимаю, почему ты спрашиваешь, а твоя зная бедензия, то, что вы пирамида, прикрытая легендой создания транспорта. Значит, у тебя основное сравнение с пирамидой в том, что у нас есть партнерская программа, которая такая же, как есть в пирамидах. У нас одна разница, потому что мы доход нашей компании платим не за счет новых приученных инвесторов, как в пирамидах, а говорим, что доход будет в том случае, когда мы успешно коммерциализируем данную технологию. Вот это вам разница. И следующий вопрос. Ну, я объединяю. Ты, значит, говоришь, что деньги, которые вы берете, очень дорогие из партнерской программы в сравнении с банковским депозитом, банковским займом и так далее. Так вот, смотри, когда мы с Длиновым начинали работать, я видел, к нему приходили инвесторы. Ну, инвесторы, то же самое, что банки, грубо говоря. Они не договариваются, они не берут те риски, они не берут при тех условиях. И, соответственно, возможность, когда проект с такими рисками может быть зафинансирован, инструмент для этого – размытая ответственность большого количества инвесторов. Вот. Самое главное – это размытая ответственность. Ну, да, это наш инструмент. Я, че ты пора? Про это везде, как раз, мы поговорим. Здесь есть противоречия. Если вы внимательно слушаете то, что вам вещали, смотрите. То есть, сейчас уже у нас есть контракт. Мы сейчас вот-вот-вот-вот построим завод. Там немассы крутятся, колеса мутятся. Но в итоге, в итоге, да, ничего не происходит. Кроме сбора денег. По-прежнему идет краудфаудинговый проект. Понятие краудфаудингового всем понятно? Это никаких гарантий. Сергей, я только посмотрите. И вы инвестируете, я просто предупреждаю вас, потому что они не предупреждают вас. Вопрос в том, что вы уже столько людей хотят быть обману. Вопрос в том, что вы знакомы с Юнибусом? Скайвэй. Да, конечно. Одинаковые у вас подходы к сбору денег одинаковые или нет? Ну, я создавал Скайвэй. Вы создавали? Ура! Я хочу объяснить. Просто можно по-разному относиться к этим проектам. Да, вопрос, да. Основной вопрос, знаешь, смотрите. Документы, вот если не доброе скажу, приходит один очень богатый человек к другому. И приносит ему контракт. Тот контракт своим юристам дает и говорит, слушай, проверь, пожалуйста, не пытаются нас обмануть. Тот берет и говорит, да, и говорит, где нас пытаются обмануть, там документы точно в порядке. Вот, смотри, вопрос в намерениях организаторов данных проектов. Если у нас будут все документы юридически чистые, все будет чинно, благородно, но намерения, ну, плохие, так скажем, это сделают. Если же намерения добрые, созидательные, правильные, то, может быть, что-то не так красиво, что-то не так сделало, но эти люди это сделают. Вот и все, разница в этом. Вопрос, выбираешь ты доверять этому, не выбираешь. Мы никого не принуждаем. Мы даем возможность, принимаешь ты, не принимаешь. Переживаешь ты за своего близкого, ну, это классно, ну, правильно, хорошо. А то, что в пирамидах все участвуют, ну, кто не участвовал, либо поднимите руку. А кто участвует в пирамиде, кто участвует в пирамиде, потом потерял в ней, и винил в этом организатор пирамиды, но тот лукавит, тот пришел играть в казино и проиграл, и говорят, что казино его обмануло. Брев. Либо ты прикидываешься глупым, либо занимаешь себя приветствовать. Время теряет. Ну, понимаешь, сравнивают. Поэтому первый вопрос мой звучал. Что преследует Дуйнов? Он преследует сброс средств, либо продвижение технологий в массы. Потому что если продвигать технологию в массы, можно немножко... Ты про функциональную обязанность его в рамках сотрудника компании Суталмаш, первый вопрос. Либо ты про него как создателя, организатора данного проекта спрашиваешь? Да, потому что ваша презентация нам психологически сделана совершенно очень грамотно, правильно и тактически. То есть, дана вводная информация, потом был элемент смеха, потом элемент, то есть, ну, то есть, все очень... По сценарию, то есть, я заканчивал БГУ культуры и искусства на режиссуре массовых праздников. Я вам скажу так, что здесь все тактически, как бы, все очень правильно сделано, да? Вот. Но на самом деле, вот эта инвестиция, кроме, ну, дальнейшей потери, ни к чему не принесет. Поэтому вот разубедите меня в том, разубедите меня в том, что когда я инвестирую, как реферал, от моего друга, да, я что-то получу, кроме PDF-файла. Нет, ну, если говорить про юридические документы, то все бумажное видео можно получить, это вообще не просто. Вопрос у тебя там немного глубже, просто, ну, не инвестировать. Давай, давайте, Семей, давай потом после встречи покажем, все, ответим, просто, я тоже вопросы задам. Да, давайте, давайте дальше вопросим. Да, 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 на увеличение тоже действует. Вопрос был такой, если у человека уже есть пакет инвестиций, и он его увеличит, получишь ли он будет? Пакет, да, получит. Если предыдущий не закрыл, за любой у него пакет тоже действует, увеличение запущих пакетов тоже действует. Да, но не действует на новом платежно-распетии. Мы не говорили о том, что в этом не будет, а кто-то попал. Ну, на новостке. Сэр, Слаш, давайте потом, пожалуйста. Ничего конкретного, сейчас, я думаю, там. Так, дорогие коллеги, давайте... Давайте, 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 давайте.